Вот некоторые говорят, как найти духовника? Вот смотри на человека, видишь, сильный человек, духовно, да, сильный человек. Подходишь к нему и говоришь, я хочу у вас наставление получить. Он говорит, да я, кто я такой вообще, что ты наставление даваешь? Я слабый человек. Но ты смотришь на него, не видишь слабый, ты видишь силу духа в нем. И все остальные говорят, сильный человек духовный. Подходишь к нему, он говорит, да я просто слуга Бога. не верь его словам добивайся от него наставлений потому что это то, что надо подходит человек вам такой весь такой крутой, духовный говорит, я хочу наставления от тебя он такой да, конечно сейчас мы тебе дадим наставление 100% это тоже духовный человек но он еще не совсем сильный он может тоже все правильно делать как надо но его чувство собственного достоинства еще не развилось до того, чтобы быть наставником он может быть и выполнять духовные обязанности может ритуалы проводить какие-то духовные но наставник это тот, кто одновременно сильный и скромный вот это означает зрелое, уже сладкое чувство собственного достоинства оно развилось как надо уже то есть человек делал много добрых дел много служил Богу довел себя до этой кондиции сладкой То есть у него объединилась три вещи, вот эта сила и смирение от аргумента. И это может быть и старший, и младший, и равный. Допустим, человек в дружбе может быть таким, в дружбе.